Всем здрасте, меня зовут Саша, и это канал Эко Дрифт, и я специалист по тактильным разговорам. В этом году будут новинки, горячие, спорные, местами возможно даже безумные, но пока у нас их нет, а поговорить очень хочется и даже нужно. Именно поэтому я начинаю серию обзоров по моноколесам, которые можно найти в продаже уже сейчас. И начнем мы сегодня с топ-лакшери премиум сегмента 18-дюймовой модели моноколес. Поехали! Если вы самую чуточку что-то понимаете в моноколесах, то наверняка знаете, что самые лучшие, кайфовые, дальнобойные моноколеса должны быть только большого диаметра. И выбор в этом сегменте очень огромный. И это две модели KingSong 18XL и Gotway M Super X. В народных чатах их называют нежно и ласково. Киселька и Супикс. И начнем мы с вами сегодня с... Давайте с KingSong 18XL. На самом деле у Kinga целых три модификации этих колес. КС 18L. Эта модель идет помладше. У нее идут серые педальки. Батарейка 1036 Вт в час. Весит поменьше. Стоит подешевле. КС 18XL. Тут у нас уже батарейка идет побольше. 1554 Вт в час. Педальки черные. Цена повыше. Едет дальше. КС 18XXL. Такой же, как 18XL, но тут у нас сразу огромные лопухи. И две мощные зарядки, чтобы быстренько зарядился и погнал. Про внешний вид. Колесо простое, круглое, черное, без изысков. Здесь подушечки. Тонкие, не очень цепкие. Но в целом корпус этот отлично лежит в ногах и дает полное ощущение комфорта. Светодиодная разноцветная подсветочка. Педали без магнитов. Откидывается на новых тяжеловато. Сверху ручка диагональная. Очень удобная. С двумя уровнями высоты. Подойдет каждому. Поднимать за ручку можно в любом положении. Тут же срабатывает датчик подъема и колесо не раскрутится. Все просто. Здесь колонки. Можно слушать музыку с телефона через Bluetooth. Звучание по громкости, качеству среднее. Сзади брезговичок, ну так себе. Я, если честно, заказала что-нибудь получше. Спереди и сзади фары. Стоп-сигналы и габариты одновременно. Работают в зависимости от направления движения. Сзади у нас датчик света. Фара включается автоматически в темноте. Фара, кстати, классная. Одна из лучших на рынке. Но бывает, стреляет высоковато и нужно немножко настраивать. Под резиновыми колпачками порты зарядки. Две штуки и два USB. Технические характеристики. Про аккумуляторы я уже говорила. Максимальный пробег до 150 километров на 18 XL. Но, конечно, делайте сноску на вес, температуру, скорость, с которой вы движетесь. Ведь максималка у колес 50 километров, что существенно влияет на пробег. Покрышка шириной 2,5 дюйма. Вес всех трех моделей вы видите в уголке экрана. Для меня тяжеловато. А вот райдер может быть весом до 120 килограмм. Можно и тяжелее, но King Song вам этого не советует. Угол подъема до 30 градусов. Хотя и здесь все зависит от веса райдера и ловкости его ног. Короче, заедет самую немыслимую горку. Было бы желание сцепления с дорогой. За мощность отвечает двигатель. И во всех восемнашках King'а этот двигатель на 2 киловатта. Он мог бы выдать и больше, но контроллер его специально ограничивает. Фух, цифры это не мое. Зато я люблю свой телефон и разные приложения. А у King Song'а с приложениями как-то не сложилось. То работает, то глючит, то виснет. Особенно с этими прошивками целая эпопея. Поэтому мы посоветовались и я решила, что пользуйтесь как вы, друзья, сторонним софтом. Есть Will Lock, например. По полуинтеграции с King Song'ом добились две программы. Это Darkness Bot для iPhone'а и Euk World. Сорян за мой инглиш. Под Android. Эти приложения могут обновлять прошивку и делать это даже лучше самого King Song'а. Короче, в любом случае, пробуйте. Пользователи очень спалят. На ходу. Колесо просто отличное. Я бы даже сказала, эталонное. Оно не опускает педали на неровностях. Оно минимально их опускает в поворотах. Хорошая жесткость и отзывчивость. Колесо отлично лежит в ногах и подходит для обучения новичков. King Song'а отличает повышенная забота о безопасности райдера. Поэтому колеса при любой опасности поднимают педали и громко кричат из динамиков. Так, следующее колесо – Gotway M Super X. Модификаций этого колеса много. Отличаются они различными вариантами аккумулятора и напряжений. Базовый и самый классический M Super X с батарейкой 1554 Вт в час, как в 18XL. Gotway, правда, называет эту модель 1600. Округлили. Следующая модификация – с напряжением заряда 100 Вольт и аккумулятором 1230 Вт в час. В продаже вы еще можете найти варианты этих колес без аккумуляторов, либо с половинными аккумуляторами, например, 650 Вт в час. Я не буду сейчас о них рассказывать. Понятно, что такие колеса будут в дальнейшем дополняться нужными аккумуляторами. На колесе без батареи далеко не уедешь. Внешний вид супикса. Черный корпус под карбон. За доплату производитель предлагает различные цветные глянцевые расцветки. Кстати, это единственное несимметричное моноколесо, что подчеркивают даже педали. Они здесь также четко левое и правое. Педали огромные на магнитах, легко открываются. Сбоку у нас здесь подушки. Они мягкие, но очень маленькие и комфортными их не назовешь. Брызговика нет. Он продается у нас отдельно, как и мягкая сидушка. Зато есть светодиодная подсветка. Спереди и сзади. Фара светит. Но не очень яркая. Сзади телескопическая ручка. Выдвигается она очень и очень тяжело. И чтобы уверенно возить за нее колесо, нужна определенная сноровка. Сверху на панели управления собраны все элементы. Кнопка включения, порт зарядки и порт USB. По центру ручка для переноски, но кнопки сна под ней, увы, нет. Покрышка тут широченная, целых 3 дюйма. Так что можно назвать это колесо 19-дюймовым. Технические характеристики. С пробегом здесь все понятно. Обещают аж до 150 км у старшей модели. Но мы уже знаем, что колесо на самом деле проедет гораздо меньше. Особенно если разгоняться до максимальных скоростей. Мощность двигателя производитель указал в 2 кВт. Хотя это несколько странно, да? Модель на 100 вольт может раскручиваться быстрее. Следовательно, и мощность должна быть выше. Максималка у Готвей традиционно ограничена только фантазией пользователя. Я бы сказала, что безопасной скоростью будет те же 50 км в час для модели 84 вольт. Модели 100 вольт могут ездить заметно быстрее. Но аккумулятор 1230 ватт в час. Увы, не обеспечивает запас по потоку. Так что я скажу. 55 км в час? Но если вы молодой, отважный и бесстрашный, то можете ехать все 70. Но я вам этого не советую. Вес райдера примерно до 120 кг. Хотя большие дядечки катают свой норм. Вес я не помню, поэтому цифры оператора подрисовал в уголке экрана. Через приложение можно выставить скорость подъема педали, отключить или включить предупреждение, произвести калибровку. Также там доступна вся телеметрия колеса. Общий пробег, скорость, дистанция за одну поездку и так далее. На ходу колесо ощущается широковатым и угловатым. Эргономика готовая, но можно привыкнуть. Совсем хорошо будет, если сразу заменить родные подушки, докупить брызговик, добавить дополнительные упоры и вкрутить шипы на педали. Тогда это будет действительно отзывчивая, мощная пушка в ваших ногах. Широкая покрышка несколько теряет в маневренности, зато добавляет очень много в комфорте, особенно по плохим разбитым дорогам. На прямых участках колесо так и провоцирует к быстрой езде. Исходя из цены и аккумулятора, я уверена, что самая удачная модель будет 1600 на 84 вольт. Сравнить 18 XL и M Super X 1620 час очень сложно. King Song это скорее комфортный, удобный городской кроссовер, на котором вы будете с удовольствием и без лишних проблем перемещать свою любимую тушку. Из одной точки города в другую. A M Super X больше похож на дикий внедорожник, который не так удобен повседневной жизни, зато позволяет чуточку больше. Но, кстати, на кисельку тоже можно поставить покрышку целых 3 дюйма. Для этого придется подрезать немного стойкие педали и дорабатывать корпус. Но это уже к нашим ребятам из сервиса, они не такое умеют. А теперь вишенка на нашем торте. Если батарейка представленных колес вам маловато и просто душа требует чего-то большего, на этот случай есть бонус нашего выпуска. Это Godway Monster! Это уже третье поколение. Оно сильно прибавило в качестве относительно первых монстров. И теперь я могу его рекомендовать в покупке лишь с некоторыми оговорками. Прежде всего, это, конечно, габариты. Вы же понимаете, что самое главное преимущество моноколеса – это его размеры. Монстр же доказывает, что любая идея может существовать ради самой идеи. То есть, этот аппарат для истинных поклонников одноколесного перемещения, когда все остальное уже потеряло вкус и смысл. Надо больше скорости, больше пробега на одном заряде, больше комфорта и больше безбашенности. Внешний вид. Пластик такой же, как у МСупер Икс, но боковые крышки у нас полупрозрачные, и сбоку видна надпись. На самом деле, не знаю, зачем я вам все это рассказываю, у нас есть большой обзор монстра на канале. Ссылочка на экране в иглу. Но, тем не менее, вкратце, есть очень громкие динамики, есть даже кнопка сна под ручкой, хотя не очень понятная зачем. Фара яркая, не то что в МСупер Икс. Сзади кусочек светодиодной ленты в качестве габаритного огня. Подушки приятные, хотя и не обеспечивают достаточный контроль колеса. Педали большие, с наждачкой. Брызговиков и ручек для перевозки не предусмотрено. Это чтобы вы случайно не подумали, что это обычное колесо для обычной серой будничной жизни. Здесь только хардкор и колхоз. Порт зарядки, кнопочка включения, порт USB. Все стандартно. Опционально для монстра можно докупить сидушку. В Китае езда сидя среди колесников очень популярна. Технические характеристики. Двигатель заявлен в 2,5 кВт. Хотя, без сомнения, 100-вольтовая версия имеет мощность чуточку выше. Модификации колеса и вес вы видите на экране. Спасибо оператору. С батарейкой в 2400 Вт в час, я думаю, можно проехать 200 км. Но придется ехать на маленькой скорости, что займет вас порядка 8 или даже 10 часов. Я себе это слабо представляю. Поэтому вообще не знаю, кого тут интересует максимальный пробег. Скорее будет интересно, сколько проедет колесо, если на нем лететь не меньше 40 км в час. Тогда его хватит на 2-2,5 часа езды и пробег будет 100 км в летний сухой солнечный день. В условиях города пробег будет еще процентов на 20-25 ниже. 100-вольтовая версия проедет еще меньше. Но этот аппарат, я думаю, сделан исключительно для максимальной скорости. Его можно разогнать до 80 км в час и даже выше. Но я вам этого не советую делать. Это действительно опасно. 84 вольт. Версия рассчитана на скорость до 60 км в час. И даже такие скорости на моноколесах это просто безумие. Про горку, в которую колесо может забраться, мне сложно сказать. Колесо очень большое и на нем физически неудобно будет покорить очень крутую горку. Хотя мощности может даже хватит. По езде. Да в целом, по поведению колесо очень похоже на M Super X. С тем лишь отличием, что оно больше, мягче, инертнее. То есть, немного менее отзывчивое на разгон и торможение. Для уверенной езды на таком колесе нужен действительно хороший моноколесный опыт. Чтобы торможение не стало для вас сюрпризом. Надо заранее рассчитывать траекторию и держать безопасную дистанцию. Колесо провоцирует к высоким скоростям. Так как совершенно не замечает качество дороги. Оно даже несколько усыпляет бдительность. Новичку с улицы я такое колесо, конечно же, ни в коем случае не посоветую. Но если вы присматриваетесь именно к монстру и вас не смущают его габариты, вес, то почему нет? В этой жизни хочется попробовать все. Итог, это наш пилотный обзор. Поэтому я предлагаю, чтобы итогами стали ваши комментарии под этим видео. А не в чатах, как вы это обычно любите делать. А именно здесь, на ютубе, прямо под видео. Зарегистрируйтесь, не поленитесь, пожалуйста. А мы обязательно почитаем и учтем все. Ну и главный вопрос, который меня интересует, какое из этих трех колес выбираешь именно ты? Если у вас остались еще какие-нибудь вопросы, то пишите мне в телеграм. Я вам обязательно отвечу. Ссылочка внизу. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok